В 1959 году знаменитый конструктор Сергей Павлович Королёв переехал в новый двухэтажный особняк, построенный в Останкинском переулке. Официально такой шикарный подарок от советского правительства Сергей Павлович получил за разработку и запуск первого спутника Земли. Но ещё это была компенсация за шесть лет лагерей и последующую реабилитацию. «Иногда ночью просыпаюсь и кажется, что сейчас зайдёт охранник и заорёт. «Падла! Ну-ка с вещами на выход!» – говорил Королёв друзьям. Конфликты. В 1933 году маршал Тухачевский добился, что на базе двух научных лабораторий Ленинградская ГДЛ и Московская ГИРД был основан реактивный НИИ. Руководителем его стал Иван Терентьевич Клеймёнов. Его заместителем Сергей Павлович Королёв. Молодой зам сразу не понравился начальнику своими фантазиями и желанием разрабатывать новые конструкции. Королёв на десятилетия опережая время уже мечтал о полёте человека в космос, а Клеймёнов хотел спокойной жизни без риска. Чтобы решить конфликтную ситуацию, должность заместителя упразднили, а место главного инженера занял Лангемак, прибывший из Ленинграда. Королёв не расстроился. Он с утроенной энергией приступил к разработке ракетоплана. Аресты. И тут, как гром среди ясного неба. Арест Тухачевского. Следом арест Клеймёнова, Лангемака, Глушко. Королёв продолжал испытания, но чувствовал, что тучи сгущаются и над его головой. 26 июня 1938 года Сергея Павловича арестовали. На Лубянке он узнал, арестованные ранее сослуживцы дали показания, что Королёв член контрреволюционной организации. Сначала он не поверил, но потом на собственном опыте понял, как добываются подобные признания. Более суток длился бесчеловечный конвейер. Уставшие от избиения арестованного дознаватели менялись, а Королёв еле стоял на деревянных ногах. Даже упавшего на пол его били ногами. Очнулся конструктор в камере. Журналист Голованов. Суд. Статья 58, пункты 7 и 11, по которым обвинялся Королёв, считались расстрельными. Обвинительное заключение гласило, член антисоветской организации, преступная деятельность и срыв сроков разработки новых образцов оружия, подрыв госпромышленности. Это надуманное обвинение можно было с легкостью опровергнуть. Но беда в том, что никто этого не собирался делать. И то, что Королёв по таким страшным статьям получил всего 10 лет лагерей и конфискацию имущества, тому подтверждение. Калыма. Сергей Павлович, его родные и друзья решили не сдаваться. Они подавали на пересмотр дела, обращались к Берии, к Грязодубовой, к Ульриху. Королёв отправил в Верховный суд письмо. «Я оторван от работы, а хотел создавать для Советского Союза сверхскоростные самолеты, ракеты, другое мощное вооружение. Прошу отправить моё дело на пересмотр. Я не виновен». «Ракетная авиация – это пока не изученная техническая область. Хочу участвовать в укреплении обороноспособности СССР». Пока государственный маховик раскручивался и делом Королёва начали заниматься вновь, он работал на прииске по добыче золота. Мальдяк, что на Колыме. Тяжёлый климат, ужасные условия проживания в холодных бараках, 12-часовой рабочий день, плохое питание, наезды уголовников, быстро приводили врагов народа к физическому и моральному истощению. Вскоре и Королёв заболел цингой. «Передо мной в куче тряпья лежал страшно худой человек. Ему срочно требовалась помощь медика. С большим трудом мне удалось отправить Королёва в санчасть», – вспоминал Усачёв, отбывавший срок вместе с Королёвым. Когда пришёл приказ собираться в Москву, Сергей Павлович заплакал. Он уже был на волоске от смерти. Шарашка. После пересмотра дела Королёву скостили срок всего на два года. Осенью 1940 года он был переведён в ЦБК-29, где вместе с другими осуждёнными конструкторами получил право трудиться по специальности. Узники Туполевской шарашки не имели права покидать территорию лагеря. По сути, это была тюрьма, только с более щадящими условиями. В 1939 году в СССР были созданы конструкторские бюро режимного типа. В них работали заключённые специалисты. По сути, это были тюрьмы, но с особыми условиями содержания. Заключённый Кербер вспоминал. Внеслужебная жизнь заключённых конструкторов проходила на втором этаже здания. Здесь располагались спальни, столовая, санчасть. Третий этаж занимали административные помещения. Рабочий день длился 10-12 часов с перерывом на обед. Кормили хорошо, разрешали читать. После лагерей это была комфортная жизнь. Возвращение к работе. В 1940 году после пересмотра дела Королёв был направлен в ЦКБ-29, возглавляемое Андреем Туполевым. Им предстояло создать новый пикирующий бомбардировщик, истребитель-перехватчик и управляемую аэроторпеду. О характере Королёва того времени остались воспоминания Кербера. Сергей Павлович был пессимистом и цинником. Будущее казалось ему мрачным. Он мало кому доверял и ни на кого не надеялся. Но успехи конструктора были столь значимы, что его перевели в Казань, где шли разработки ракетных двигателей. Именно тогда Королёв самостоятельно приступил к разработкам ракеты. В июле 44-го Сергея Павловича освободили из-под стражи, а через год он был отправлен в Германию для изучения новой техники. Конечно, внимание конструктора привлекла немецкая баллистическая ракета. Ракетно-космические системы. В марте 1946 года Уинстон Черчилль по сути объявил СССР холодную войну. Началась гонка вооружений. Ракетостроение стало приоритетным направлением советского ОПК. В Калининграде был создан НИИ реактивного вооружения. Главным конструктором назначили Королёва. На берегу Волги быстрыми темпами возвели испытательный полигон Капустин-Яр. В 1947 году меньше чем за месяц там было произведено 11 запусков баллистических ракет. Из них только два оказались неудачными. Первый спутник простейший один. В 1950 году конструкторское бюро Королёва создало вначале двухступенчатую ракету, способную вывести на орбиту первые спутники, а затем и трехступенчатую, предназначенную для полёта человека. Бип-бип! Это позывные спутника ПС-1. Наш спутник промчится над землёй первым, поэтому спроектировать, построить и провести испытания мы обязаны в сжатые сроки, говорил Сергей Павлович коллегам. Форма спутника должна быть круглой и вызывать у людей добрые чувства. Грандиозные планы. В 1959 году стартовала лунная программа. В апреле 61-го первый полёт с человеком на борту. Сергей Павлович принял участие в запуске ещё семи пилотируемых космических кораблей, множество научных станций и спутников Земли. Работать с Сергеем Павловичем было непросто, но интересно. Он был требовательным, строгим, бескомпромиссным. Сам вникал во все тонкости и проблемы. Больше всего ценил время, вспоминал академик Раушенбах. Жизнь на пределе. В 1965 году Королёв стал жаловаться на здоровье. То сердце побаливает, то усталость накатывает, постоянное напряжение. Но я держусь, мне нельзя показывать своё волнение, писал конструктор своей жене. 14 января 1966 года во время операции по удалению полипа кишечника у Королёва произошла остановка дыхания. Вот такая судьба сложилась у знаменитого советского человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok